У нас начало Флоренции, после того, как мы пришли в себя, начинается с площади Сан-Марко и музея площади Сан-Марко. Тут много залов, но вот мы начали с зала Беата Анжелика. Я всегда посмотрю на этих старых художников. Этот рисовал в районе 14-15 века, у него картины 1400-1400 годов. Вот, вот он, кстати, нарисованный Карло Дольче. Вот, я думаю, чем они будем хуже, чем Микеланджело. Настолько красивые, тонкие работы вообще, что даже непонятно. Такая тончайшая деталь, вот, допустим, распятие Христа, тоже нарисованная им. Вот, поэтому, во Флоренции, конечно, очень. Это вот Беата Анжелик, зал Беата Анжелик. Картины Рафаэля из Дева Мария, Иисус и Иоанн Креститель со щебленком. Практически такая же картина в Луре была, Рафаэля. Вон там тоже, Рафаэль Святой, Иоанн Креститель. Ну и вот, картина Микеланджело. Это Крещение Креста, это картина, где участвовал Леонардо да Винчи, молодой, когда он был учеником Андреа Дель Вероккио. Обалдеет, здесь кисти Леонардо да Винчи. Да, Леонардо да Винчи, конечно, был нереальным чуваком. Сразу видно, что картина, блин, настолько реалистична по сравнению с его ранней, где вот в таком же клоунском, это Благовещение, в стиле это все, в общем, выполнено. Он, чувак, был уникальный, конечно. Леонардо да Винчи, поклонение волхвов. Другой зал, сюда не пускают. Тут Франческо. Паулино рисовал. Здесь, конечно, настолько много вот этих божественных композиций. Джованни Антонио Соблиани. Итальянских художников, что на всю Флоренцию не хватит видеозаписи. Аплодисменты. Благовещения. Аплодисменты. Продолжение следует...